Доброе утро, дорогие друзья! Это видео мы начинаем с BMW. Да, прям так неожиданно, потому что мы тут снимаем выпуск про BMW. И вот, все вы потом увидите на автоканале. А сейчас я выезжаю на тест-драйв. И мы поехали вокруг дома, смотреть, что с ней да как. Там какой-то звук, я не могу понять. Когда я поднажал, она переключилась, там какой-то звук, как будто из-под турбины прям воздух пошел. Рулится она, конечно, очень классно. Прям вообще заходит в повороты отлично просто. Вот у нас и высветилась ошибка. Сейчас посмотрим, что они нам скажут. Задолбал! На днях я думал, все, последняя сотка в запчасти. Вот нате, берите. Видите, снова какая-то ошибка. И я уверен, это просто не обойдется. Дырочка какая-то где-то маленькая, которая пропускает. И окажется, что запчасть стоит 200 баксов. BMW, такая BMW. Главный руководитель процесса сказал, покатайся еще. Покататься на BMW еще. Вы меня еще спрашиваете покататься еще. Катаюсь еще вон Mercedes, кстати, я, насколько понимаю, Сережа вроде как уже практически починил. Вот как она едет, мне прям вообще очень нравится. Вот эта рулежка. Я слышал, что у трешки хорошая, но прям классная. Едет, будто летит. И на вот этой прямой у меня только что высветилась ошибка. Оп! Водите осторожно, недоступна максимальная мощность. Подкрутили все, что нужно. Еду на тесты. Пристегивайтесь, дети, даже если вы делаете тесты во дворе. Геморрой, ребята, геморрой. Ну а как по-другому? Хочешь BMW? Е-е-е. Давайте в спорте попробуем в этот раз. О, вот защелкнули, как будто по-другому стало работать. Я даже не про поведение машины, а про звуки из-под капота. По-другому стало чуть-чуть, по-другому. Но рулится она все равно офигенно. Прям вообще. Поэтому никакой внедорожник не сравнится с легковушкой. И вот теперь здесь пробуем. О, она стала набирать по-другому. Е-е-е. Точно не защелкнуто было. О-о-о, вот это машина. Мне так понравилось, что я, пожалуй, еще кружок. Я ее купил 27 января. То есть уже 2 месяца и 2 дня она у меня. И вот наконец-то я могу хоть во дворе вот так вот ехать. А надеюсь, в скором времени не только во дворе. Я ж ты ласточка. Покатались. И пишет, что нет ни одной ошибки. BMW и ни одной ошибки. Такое бывает, оказывается, да? Я же сказал мне еще 4 круга проездить. Хух. А соседи на меня смотрят тупо как на дебила. Потому что там стоят, у них какое-то собрание. И вот они все вместе стоят. И я 6 кругов мимо них. И они, знаете, уже прям стоят такие. И прям ждут, когда я проеду в следующий раз. Смотрят. Хух. Все, мы приехали. Уже даже бензин заканчивается на 42 мили. А пока загоняю свою бестию в гараж. Теперь загнать Тойоту. Конечно, после того, что я только что попробовал, Тойота это уже совсем не то. Совсем не то. О, а кто это ко мне приехал? Ошибки что ли читать? А я думал, Приус не ломается. Да нет, это так. А у этого Приуса, короче, вырезали катализатор. У них вообще за 2-3 минуты вырезается, да? Да. И вы потом попадаете на приличные деньги. И потом приходится и менять катализатор, и ошибки стирать. Все дела. Все, Приус починили, чек-энджин не горит. Вообще волшебный прибор. Сережа починил Мерседес, разрешил мне на Мерседесе. Я так скучал за ним. Так, Сережа просил не поднимать обороты выше 2000, поэтому буду слушать указания и не поднимать выше 2000. Как бы до 2000 оборотов только овощной режим. В целом неплохо. До 2000 она набирает, переключается на следующую передачу, поэтому никакой проблемы в том, чтобы держать обороты до 2000 нет. Чисто теоретически можно и больше, но Сережа еще на 100% не уверен, поэтому лучше придерживаться инструкций. Мы, короче, встретили Марка, купили пищевую пленку. Оля должна будет страдать. Мы предполагаем, что нам хватит на 4-5 слоев машину по кругу прям вообще ушатать. Марк в своем репертуаре. Все, едем к ребятам в апартменты. Вон, дальше идет Даник. Сейчас какие-то у меня смутные ощущения, особенно когда со старта. Я не уверен, нормально ли это, и я не помню, когда я ездил в школу на ней, было ли то же самое. И видите, я не могу подниматься выше 2000 оборотов, вот типа даже близко когда-нибудь не смог подъехать, и вот чувак меня обогнал. Как мне теперь ехать? Вот вопрос. На данном этапе могу, наверное, сказать, что мне как-то на Тойоте комфортнее, потому что я все время еду и слушаю машину, потому что я точно не забуду звук стреляющей свечи. Постоянно сейчас прислушиваюсь. Вот эта штучка вот так вот была и начала дергаться. Я уже испугался, думал восстанавливать, сдергивать капот. За температурой слежу. В Тойоте сел себе и едешь. Поворотники работают через раз. Фух, веселая жизнь. Успел перестроиться, сейчас надо будет чуть дальше направо. Марк вон махает, я же как кабачок сейчас езжу. Зато бензин экономлю, видите, все поехали, а я плавненько, плавненько, до 2000 оборотов, не больше. Смотрите, понтуются, обгоняют. Он-то знает, что я не могу ехать? Ай-яй-яй, Марк. БМВ просто вот так вот, с первой секунды. Конечно же, не забывайте, что перед тем, как поехать, стоите минутку, что все маслом там, все крылатки, что там у дизельного мотора есть. И точно так же потом минуту ждете перед тем, как заглушить. В смысле номера? Где номера передние? А, ты меня не пугай, передних не было, когда покупали. Я думал, без задних, дай посмотрю, я же их закручивал. Тогда все окей. Ах, тут ты приехал. Знаешь их? Да, конечно. Первый раз вижу. Это вообще какие-то странные люди. Блютек, это дизельная версия. Ты видел какая-то там фигня? Иди сюда, иди, я покажу, иди, с твоей стороны. Два бачка. Видел вот это вот. О, да, 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 я смотрела, I was dying during that video. Мы уехали. В общем-то, мы едем на какой-то мост. Минута памяти осталась. Оля, что ты там на 15 минут наснимала? Едем на мост. Там еще мост beautiful. Вы посмотрите, как красиво. О, какая красота. О, какая красота. Мы приехали на мост. А, здесь снимали 3X, да? Вот этот вот фильм, там, Дижан, Клод, Ван Дам и кто там еще был. Вин Дизель был. Вин Дизель. И вот мы давно хотели сюда приехать. Я, кстати, когда-то здесь с квадрокоптером снимал. Я уже здесь как-то был. Егором мы сюда ездили. Я не помню, куда мы ездили. Мы вроде бы на Тахо ездили, а потом сюда приехали. Короче, до стенки или... И там руками? Давай, пай, аккуратно. Да, мне кажется, вот там. Тут такой спуск интересный. А, можно вдоль стенки. Марк, так ты с нами или нет? Я не помню шутку, но маленький шаг для человека, большой шаг для узбека. Ты посмотри, как они все безопасно сделали. Для нас. Да, правильно? Все безопасно. Смотрите, как здесь прикольно. Смотрите, вот эту вот реку мы проезжали по дороге. Вот там, кстати, больше машин, чем здесь. Смотрим самую главную фотку в сегодняшней прогулке. Хайкинг это да, прогулочки. Чисто прогулочки. Вот мы сейчас отчасти хайкингом занимаемся. Поможешь? Смотрите, какая красота. Я вот про это. И что, вы, ребята, устали? Нет. А у нас еще километровая пробежка. До конца моста и обратно. Эй, нет. Как бы... Есть. Вон, видишь, где машина. Сейчас спринт. Кто за 30 секунд не успевает добежать, все, домой пешком идет. Смотрите, эндорфины выделяются только после пятого километра. То есть нам нужно 3 мили, чтобы вы почувствовали себя счастливыми. Так что я сейчас машину запаркую еще дальше, и вы будете чувствовать себя happy. А мы в машине, что ли, сидим уже? И уже всем хорошо? А это вот этот мост, на который мы именно и ходили. Ты что, есть сильно хочешь? Я вообще не хочу. А вы что, тоже есть хотите? Да. Да. Ну что, вам поездочка понравилась? Отлично. Что, мы снова в кино пришли, что ли? Вот это поворот. Это мы вторую часть Перси Джексона смотрим. Правильно? Нормально, я понял. Ну давай, не биси. Пай, how was the movie? Ой, это у вас в целом окей. Ой, 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 плечо защемило. Ой, как болит. Ой, ой, ой. И что вы? Кино посмотрели, карантин, все? Петух. Петух. Это или петух? Да. Да, анекдот. Ох. Петух. Петух. А мы что, Олину тачку? Смотрите, что мы сегодня купили. Они не подозревают. А нам нужно сейчас по красоте. Я все сделал по красоте, я сегодня понял. Оп. Они открывали багажник, они были увидели. Ага, вот пацаны, короче. Ставчик, он уже замутан. Смотрите, я тут кто-то свою ковту как будто забывал, я помню. Короче, гигантскую купили. Четыре релона. Ну, она большая была? Ну. Что там была, да, все. Как туалетную бумагу. Слышишь, типа готовимся. Пацаны, мелкокалиберная, среднекалиберная. 25 квадратных метров. Я считал, что вот на Мустанг, когда я считал, 25 квадратных метров, 20 квадратных метров хватает на всю машину. То есть целиком, прям полностью. Ну, сначала так, потом еще ждем, погнали. Давай сначала сделаем вид, что уедем, потому что я уверен, они могут следить. Давайте, садитесь в тачку. Мы Даника машину оставили здесь, вот возле заправки. Едем сначала, забираем машину. Они как раз подумают, что, ну, типа все, свалили с апартментов. А мы такие, опа, we are back. А, открыть? Понятное дело. Даник пошел за машиной. Действуем, действуем. Ты готов? Смотри, сколько товара. Первый пассажир, видимо, уже дома сидит Алина. Главное, чтобы сейчас по камерам не спалилось, чтобы мы проехали, потому что мы немного громкие. Вот, но как обычно. Ее мама. Поговорили с Алиной мамой. Добро получили. Они нас не спарят. Будут поддерживать всяческими путями. Смотри, делаем два матка снизу вверх. Обрезаем, обматываем два матка. Да, это займет, например, 10 минут дольше, но им будет намного тяжелее снимать. Сейчас у нее, короче, я помню, как у нее именно номера выглядят. У нее в специальной рамке. Все, выполняем, запарковали. Тихо, тихо, тихо. Надо работать тихо, как в прошлый раз. Вот, так, товарищ, точно, XLE, комплектация. Внутри, да? Просто здесь стоит сразу три таких где-то по территории. Марк лезет вниз, они хотят еще вот так. Марк где-то перекинет здесь. Они даже не знали, с кем связались. Это набор профессионалов. Слышишь? Что? Не сгнилой? Слышишь? Да. Кардан стучит? Нет. Марк мне покатил. Оп. Нет, немного не так, братан. Понял, она липкая. Я понимаю. Так это наоборот классно, что она липкая. Ой. Потянул. Перекидываешь занику. Так, сейчас, 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 сейчас. Ич, 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 ич. Мне кажется, нам нужно просто по кругу ходить вокруг нее. Это будет гораздо быстрее. Да, лобовая тоже может походить. Вот. Рассказываем вам об успехах. Все идет классно. Камер здесь нет. Оля живет через, ну, как бы, минут пять пешком, что ли, отсюда. То есть, ей нужно будет или позвонить, или завтра утром. Но я думаю, мы снимем реакцию и позвоним ей прямо. Вот. Прям вообще всю-всю-всю. Главное, чтобы сигнализация не сработала. У меня просто так бывает. Вот так она у нас. А, у нас же еще один рулон. Нужно будет как-то крышу обработать чуть-чуть, знаешь, по верху пройтись. Не надо, сигнализация на Тойоте такая чувствительная. У меня сигнализация от любого пука работает. Не, ну, в целом, смотрите, как красиво. Это знаете, как в Икеа мебель запакована? Все, закончилось три рулона, еще один. То есть, мы, скорее всего, по верху пройдемся. Через лобовуху идти надо. Вот, отлично, отлично, идем процесс. А, я понял. Вы так перекидываете, я понял, я понял. План хорош. Вот, я сейчас думаю, нам нужно было бант купить. И на крышу поставить. Прям классно получилось, я скажу, прям классно. О. Ты знаешь, что я люблю о твоей машине? Новый цвет. Взлезай. Давай, давай. Па-и. Давай. Что ты хочешь сделать? Сходите. О, ты дурак. Сразу и карвош, да? Слфач. Тан-таран-там, пам-пам. Наша работа. Опа. Сейчас мы хотим заныкать наши тачки. Вот, я думаю, вот я где-то сюда вот припаркуюсь. Да она знает, что это мы, в смысле, нам не нужно именно прятать машины. Нам нужно просто их заныкать. Сюрприз. Ты посмотри, как подарок. Это не моя машина. Я смотрю. Фолсом Лейк Тойота. Я запомнил. А где Алина? А где Алина? Это просто вода. Алло, Алина, прийди подивись на новый цвет машины Оли. Я звонил в группу, вы не отвечаете. Ну, ты не отвечала. Предлагаю тебе подойти и подивитесь. Мы думали о том, что мы думали о том. Ну, в целом, тебе понравилось, да? Угу. Не, ну, в целом, кьют. Окей, это не хуже, чем Алина. Нет, не хуже, чем Алина. Ты просто берешь нож и вот так, шик, и все. Знаешь, что я сейчас возьму нож и сделаю? А Маркей рассказывает, что мы под низом еще. Данила, ты что, крейзий? Yes. Ну, поэтому, видимо, да. Представляем, РАФ 4 тысячи. Мы вернулись. With the payback. Да. Да, мы тоже, мы тоже лайки. And how long do you take you guys to do that? 5 минут. Со стикерами была такая ситуация. Мы их долго клеили, вы их быстро снимали. Тут ситуация другая. Мы быстро делали, но снимать вы будете долго. You know what the funny part is? То, что last time they did your car, you came out in sweats. And now they did my car, look at me. Вот так фоточки делаются, да? Да. А в какую улыбаться? Все разматывать, как мы заматывали. У Марка голова закружилась. Я его лежал, откачивал. No, not me, Алина. Стой. Только помыла, нас не волнует. Алина тоже помыла машину сразу тут. Кстати, спасибо, что вы машину оставляете этой чистой перед нашей прокачкой. Кстати, ответь подписчикам на вопрос. Почему они говорят сначала на английском, потом на русском, потом на украинском? Ну, потому что мы в основном... Ну, как удобнее. Все тут так говорят. Как удобнее нахрен. Потому что через... Так легче. Быстро забываешь этот... Просто забываешь русский язык, и из-за этого соединяешь два языка. Да. И так просто-просто. Ибо ты помнишь слово на русском, но не помнишь... Вы официально прокачаны? Да. Теперь ждем месть? Мы. А, ну моя уже это, остались ваши две? Вот. Нет, и твоя тоже. Ну, моя потом, BMW. Ну, потом зарегистрировать надо. Это не считается, если она не зарегистрирована. Какая классная машина. Сейчас вообще буду ехать, расслабляться. Ведь нет ничего лучше, чем ехать обратно на Мерседесе. Все, все разъезжаются по домам. А кто это тут паркуется? Ай-яй-яй. Еще и с первого раза. Вот это, да, вот это успехи. А, и вон и Оля с первого раза запарковалась. Прикиньте. Ну, а на этом все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Данил Пай. Давайте добьем до 500 тысяч подписчиков. Всем пока-пока.